Всем привет дорогие друзья! В этом видео я хочу показать одну очень важную настройку, которую ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае нельзя отключать. Вы будете уже знать наперед, куда кликать не стоит. И давайте буду показывать, что я имею ввиду. Заходим в свои главные настройки, спускаемся ниже до пункта защита, конфиденциальности, еще раз ниже специальные разрешения и нужно попасть в настройки специального доступа. Если у вас другая модель телефона, допустим, Samsung, Realme и так далее, то заходите в свои главные настройки и тут будет сверху поиск настроек. Пишем доступ. Кстати говоря, если вам понравилась вот такая клавиатура, там есть еще и много различных видов дизайна, интерфейса клавиатуры, вы можете скачать определенное специальное приложение. В описании под этим видео будет ссылка. Итак, мы переходим в наши настройки, доступ к данным об использовании. Заходим сюда и попадаем в этот же раздел специальный доступ. После этого в самый низ спускаемся. Тут будет следующая настройка, доступ к данным об использовании. На самом деле тут очень много полезных настроек и много чего нужно отключить. Я уже снимал неоднократно подобное видео. Но сейчас хочу показать одну настройку, одно приложение, которое не стоит отключать. Спускаемся в самый низ, заходим в доступ к данным об использовании. Очень важная настройка. Вы будете знать, в чем же проблема вашего телефона, если такая возникнет. Смотрите, такое есть приложение под названием «Безопасность». Заходим сюда. Обратите внимание, пожалуйста, что у меня эта настройка включена. Если вдруг вы ее случайно отключите. Все. После этого заходим в главные настройки. Приложения. Все приложения. Вы хотите посмотреть, какое приложение проявляет ту или иную активность на вашем телефоне, чтобы очистить кэш, чтобы отключить фоновую работу и так далее. Вы сюда заходите в приложение и замечаете, что все, 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 абсолютно все приложения имеют такую настройку пункт «По нулям». Работало недавно, там 14 дней назад. Это все мелочи. Все, все, все по нулям. Смотрите, все по нулям. Все по нулям. Все данные пропадут. В Fancy Battery, допустим, вот это приложение. Вы заходите в любое приложение, не только в это. Будет все по нулям. Все настройки по нулям. Галерея стандартная по нулям. Ну, тут трафик, тут вообще случайным образом появилось. Допустим, там усилитель звука. Ну, видите, да? То есть, в основном пункт «Память» не показано. То есть, вы не сможете очистить кэш. Это очень плохо. Поэтому ни в коем случае не отключайте эту настройку. Давайте я заново зайду. Сюда напишем просто «Доступ». И ее включу обратно. И посмотрим, что получится в самый низ. Вот, доступ к данным об использовании. Такое системное приложение, как «Безопасность». Давайте включим. Тут вот нужно подождать 9 секунд. Согласиться. Вот. Там анализ предпочтений и поведения. Чтение настроек устройства. Этому приложению системному, как «Безопасность», следует доверять. Потому что это уже настройка, это приложение автоматически было внедрено разработчиками. Итак, смотрите. Я все включил. Заходим обратно в настройки. Хотим посмотреть, сколько кэша вы можете, допустим, очистить в тех или иных приложениях. Все. Обратите внимание. Данные появились. 82, 86, 19. Fancy Battery. Память. Оп. Посмотрели и очистили кэш таким образом. Потом пункт «От очень полезно. Сортировка по имени приложения». Заходим сюда. Занимаемое место. Оп. И смотрите, сколько в том или ином приложении есть памяти. Сколько кэша вы можете очистить. Вот темы. У меня очень много тем. Я много тестирую. Заходите в темы. Память. Смотрите, кэша сколько? 267. Это пустая память. Вот на ровном месте я удалил кэш. Вот. Оп. По нулям. И очистил уже 270 мегабайт. Это очень круто. И таким образом вы можете проходить и смотреть. Но в любом случае безопасность не нужно отключать. Потому что тут будет все по нулям. Зачем вам это нужно? Скорее всего незачем. Поэтому будете знать про эту настройку. Если видео понравилось, поддержите лайком. Оставляйте свои добрые комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Удачи, успехов, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok